Большой всем привет! Меня зовут Виола и сегодня вы заглянули на канал моей творческой студии. Сегодняшнее видео будет посвящено моей готовой работе. Это чековая книжка желаний для мужчины, которую я делала на заказ. Работа у меня в коробочке. По желанию заказчицы я сделала также вот такую коробочку из дизайнерского картона. Внутри сама чековая книжечка. Так вот она открывается. Внутри чековая книжка. И сейчас мы с вами подробнее рассмотрим все деталики, что и как из чего сделано. Оставайтесь со мной! Итак, начнем. Вот такая у меня коробочка. Как я уже сказала, коробочка сделана из дизайнерского картона. Здесь на обложке я использовала скраб-бумагу, вырезки из скраб-бумаги, чипборд такой вот. И название «Открой меня» из коллекции от «Алиса в стране чудес» от скраб-мира. Вот так вот открывается коробочка. Внутри я уплотнила коробочку пивным картоном. То есть такая у меня подложка из пивного картона идет и на крышечке, и также и на внутренней части коробочки. Вот так, здесь сверху у меня наклеен голубой картон, точно такой же картон, из которого у меня сделаны страницы самой чековой книжки. И также здесь есть вот такие вот еще уголочки из такой же бумаги, как и элементы декора на крышке. Ну и так, давайте же подробнее рассмотрим саму чековую книжечку. Читобложечку я сделала из такого искусственного нобука. Значит, сразу скажу, ткань такая очень прихотливая. С ней работать очень сложно. Когда я начала, первый раз я ее купила для того, чтобы сделать мужской блокнот, и решила попробовать сделать обложку на паспорт, но буквально какая-то малейшая капелька клея и все. То есть клей с нее не стирается, не выводится, то есть с ней работать очень сложно. Поэтому, когда я решила делать эту чековую книжку, мне все-таки очень захотелось как бы приручить эту ткань. Я работала очень осторожно и очень аккуратно, чтобы нигде каких-то немалейших следов от клея не осталось, потому что если клей капнул, то все, придется тогда полностью все менять, все переделывать. И вот вы видите, здесь у меня такой братсик. Вот как раз сама книжка у меня уже была готова, а сегодня я доделывала эту коробку. Не знаю, видно ли на пальце где-то было, но такую поставила, но манюпуську, вот, след от клея, но все равно его видно. И поэтому мне пришлось сюда доделать вот такой братс. Вот так вот выглядит обложечка. Здесь у меня чиппорт, пуговицы, братцы. Вот такая карта, это также вырезка из этой скраб-бумаги алисовской, от скраб-мира. И вот так вот выглядит обложечка внутри. Здесь у нас инструкция по применению, в принципе, все это стандартные шаблоны. А сами чеки у меня закреплены вот так вот здесь на двух братцах. Сами чеки я сделала в фотошопе. Что я имею в виду? Я сделала вот такую вот рамочку, вот такую окантовочку по краю. И здесь такой также небольшой вензелек идет под рамочкой сверху и снизу. Он такой слабенько видимый, но при этом он делает такую границу, как я уже сказала, окантовочку. Вот, это мне очень нравится. А с обратной стороны на этих чеках у меня вот такое вот место для записи впечатлений, а также даты и подписи. Я сейчас странички не загибаю для того, чтобы она аккуратно смотрелась, эта книжечка. А вообще здесь у меня вот идет такая перфорация, не знаю, насколько вам видно это на камеру или нет. Перфорация, которую я сделала инструментом для швейной перфорации, которую я вам показывала в видео 7 скраб хитрости. Вот он мне здесь тоже очень пригодился. И по этой перфорации затем уже хозяин книжечки сможет потом эти странички загибать, но я пока этого делать не буду. Комментировать я сами чеки не буду, потому что это пожелания заказчицы. И вообще вот я вам тоже скажу, почему я раньше эти книжки не делала. Это моя первая книга. Потому что это настолько индивидуально. Вот, например, здесь заказчица очень хорошо продумала все желания. К тому же здесь есть вот, например, мы дойдем сюда, уикенд тур средневековой каникулы, что подразумевает поездку в другой город, к средневековой крепости. Как вы понимаете, это очень индивидуальное желание. То есть и не каждый сможет его выполнить, не каждый сможет предложить такое желание. Поэтому писать что-то банальное, типа 100 поцелуев, массаж, там, ну не знаю, какие-то такие вещи, тоже это все очень даже, очень на любителя. Каждая пара индивидуальна, каждому хочется что-то особенное свое. Поэтому я все-таки вот склоняюсь к тому, чтобы делать такие книжки именно под заказ, именно под те желания, которые предлагает сам заказчик. Ну и так, вот здесь у меня первое желание. День в должности царь дивана. Когда я клеила эту страничку, вот сразу я подумала, что я хочу диван, хочу корону. Вот, ну потом как-то сама сами с собой подобрались в подложки, звездочки, и уже смотрела, и мужу говорю, слушай, у меня такая ассоциация, вот эти полосатые фоны, звезды, ну кино и попкорн. Я не знаю почему, но ассоциация такая, сидеть на диване, кушать попкорн, смотреть кино. Ну в общем, вот такой вот первый чек. Далее кулинарный шедевр специально для меня. Здесь также я использовала различные мелкие элементы из абсолютно разных коллекций. из абсолютно разных дизайнов. Вот, ну вот такая вот у меня эта страничка получилась. Далее Джокер любое желание. Джокер у меня такой тоже из Алисовской коллекции. Вот он как раз несет этот конверт, какое-то желание исполняет. Мне кажется, сюда очень хорошо подходит. Это уже я вам показывала. Средневековые каникулы. Король также из коллекции от Алиса. Далее выходной по моему сценарию. Здесь примастились усы. Высечка из коллекции My Minds Eye. Уже очень она у меня давно лежала. Ну как-то никуда ее не было применить. Но здесь так они. И усы, и велосипед, стрелочки. Вот очень люблю стрелочки. Различные. Особенно в мужских работах. Вот как-то. Если не знаешь, чем украшать, то стрелочки, часы и теги. Ну вот, это такая моя троица решения всех проблем. Здесь у меня мастер-класс по стрельбе. Вот. Также вот этот брат со стрелочкой. Он также из коллекции My Minds Eye. Тоже уже давненько он у меня лежал. И как-то я, когда мне заказчица написала, как будет выглядеть это желание, сразу я вспомнила про эту стрелочку. Сразу я подумала о Робин Гуде. И поэтому у меня сложилась вот такая страничка. Далее у нас пикник на природе. Ну здесь тоже все понятно. Далее вечер в Пинте. Вот. Нашла я вот такой клип-арт с пивными кружками. Также здесь у меня есть стрелочки и уголочки. Братсик. Такая, как мне кажется, классная получилась страничка. Далее. Поход в кино. Эту страничку вы видели. Я ее делала во время своего последнего скраб-влога. Также дегустация вина и сыра. Вот так вот выпей меня. Снова из той же коллекции. Джокер. Любое желание. Еще один Джокер. Такой вот. И последняя страничка. Бонус повторения любой странички. Вот такой у меня здесь кораблик в бутылке. Пусочки карты. Так что можно путешествовать снова по страничкам этой книги. И загадать еще одно желание. Вообще, у меня муж, когда посмотрел, то он сказал, может, ты мне такую книгу сделаешь? Я говорю, ну вообще, я, конечно, не знаю, насколько у семьи бюджет один или разный у жены, у мужа отдельно. Я говорю, ну если я тебе напишу поход в кино, куда-то поездка. Потому что ты будешь все спонсировать. У нас на бюджет общий. Так что вот так и получается. Желание для мужа. Но радость должно принести обоим. Поэтому мне эта работа тоже очень понравилась. И я, честно говоря, получила огромное удовольствие от работы над этой чековой книжкой. Потому что, когда делаешь блокнот, все-таки блокнот это какая-то более техническая работа. Только сама обложка оформляется. А здесь, ну буквально все, каждый элемент, все нужно было продумывать, придумывать. Везде были задействованы творческие сферы мозга. Поэтому получила большое удовольствие. Большое спасибо всем, кто посмотрел со мной это видео. Мне очень приятно. Пишите комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока!